Сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ОМВД России по Тверской области совместно с ГИБДД проконтролировали соблюдение иностранцами обязательных требований миграционного законодательства. Это касается работы в качестве водителей пассажирского транспорта. Проверка проходила на территории центрального района областного центра. В ходе рейда проинспектировано 11 водителей легковых такси. В результате выявлено два гражданина зарубежных стран, которые работали водителями легкового такси в нарушении запрета, установленного губернатором Тверской области. Один из задержанных пребывал на территории Российской Федерации без соблюдения заявленной им цели въезда – частная. Указанные трудовые мигранты привлечены к административной ответственности за нарушения в сфере миграции. В региональном следственном комитете России созданы и функционируют официальные страницы в социальной сети ВКонтакте. Работа через соцсеть нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, проверок сообщений о преступлении и расследовании уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного управления. У жителей региона есть возможность направлять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию. Для более оперативного реагирования на обращение необходимо указать свой телефон либо электронный адрес. Ссылку официальной группы следственного комитета ВКонтакте вы видите на своих экранах. Кроме того, все пользователи социальной сети ВКонтакте могут обратиться на личный прием в режиме онлайн к исполняющему обязанности руководителя регионального следственного комитета, полковнику юстиции Станиславу Захарову. Для этого нужно оставить свое обращение заранее, либо непосредственно в день онлайн приема, в комментариях к посту с анонсом мероприятия на странице следственного управления в социальной сети ВКонтакте. Все заявители получат ответы на свои вопросы непосредственно во время онлайн приема, а ответы на обращение после тщательной проверки всех изложенных в них доводов. Продолжение следует...